Специалисты группы социальных программ ПАО ММК принимают поздравления. Подразделению исполнилось 30 лет. Все эти годы группа социальных программ выполняла ключевую роль в реализации социальной политики крупнейшего металлургического предприятия страны. И сегодня она представляет собой эффективную систему социальной защиты работников, комбината и других категорий граждан. Ежегодно на благотворительность ММК выделяют более 3 миллиардов рублей. Год от года специалисты решают все больше общественно значимых задач. Социальный, значит, общественный. В зоне ответственности группы социальных программ ПАО ММК все сферы жизни человека и общества. Подразделение было создано 3 десятилетия назад, в непростые времена. История структурного подразделения, которое занимается социалкой на комбинате, началась в 1993 году. Это были такие очень суровые времена, когда социально-экономическая система в стране рушилась. Государство было не в состоянии обеспечить в прежнем объеме социальную защиту граждан. Эту функцию взял в свои руки бизнес. Изначально на Магнитогорском металлургическом комбинате социальные задачи выполнял отдел научной организации труда и заработной платы. А позже был создан самостоятельный отдел социального обеспечения, который позже станет управлением и, наконец, модернизируется в группу. Все проекты тогда пришлось создавать с нуля. В итоге работа была налажена четко и структурирована. Сегодня основной задачей группы соцпрограмм, равно как и в начале пути, является разработка и реализация различных направлений социальной политики Магнитогорского металлургического комбината. Функционал не поменялся, спектр ответственности очень широкий. Программы только набирают обороты. Повозникают новые, старые никуда не уходят, они могут модернизироваться. Но по факту социальный пакет для работника ПАУ ММК, ну и группы в целом, он только расширяется, ни в коем случае не уменьшается. Основной документ, который закрепляет все социальные права и гарантии, это у нас коллективный договор, который принимается на три года. Основные направления социальной деятельности ММК – это реализация программ лечения и медицинского обслуживания работников, оздоровление сотрудников ММК и членов их семей, социальная поддержка пенсионеров и инвалидов, реализация жилищных программ, организация культурных и спортивных мероприятий и, конечно, особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, материнства и детства. Непростые события последних лет побудили внести серьезные коррективы в направление работы. Это 2020 год, программа «Мы вместе», когда всем оказались в ситуации борьбы с серьезным недугом. Весь мир оказался в этой ситуации, и мы совместно с городом эту программу реализовывали. Это, напомню, в деньгах больше 550 миллионов рублей. Эта программа была по различным направлениям. Там были у нас и дети, у нас и были медицинские учреждения, это у нас были незащищенные категории пенсионеров-одинокие. Сейчас, если брать программу, это, конечно, помощь семье мобилизованным, которую мы также проводим в тесной связке. Благотворительный фонд Митова, город, ну и непосредственно Павлова МК. Сегодня в составе группы социальных программ 10 сотрудников. Дмитрий Чалков – один из старожилов. Свой трудовой путь он начал 23 года назад, в тогда еще отделе соцпрограмм. Специалист подчеркивает, и он сам, и его коллеги в буквальном смысле живут своей работой. Сурдолимпийские игры мы проводили, эстафету Олимпийского огня проводили, то есть кубки мира по сноуборду много, различные чемпионаты мира по спорту, то есть культурные мероприятия различного уровня. То есть это все, конечно, впечатляет, особенно когда потом понимаешь, что твоя часть твоей души вложена в это дело, то есть гордость берет. Ежегодные затраты ММК на благотворительность и реализацию социальных программ составляют порядка трех миллиардов рублей. По уровню социального обеспечения работников комбинат находится на ведущих позициях в стране, что является закономерным итогом большой и продуктивной работы. Пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить моих коллег, бывших коллег и людей, которые стояли у истоков группы социальных программ, отдела социальных программ. Это Мастроев Александр Леонидович, это Кривощоков Сергей Валентинович, это Сенечев Иван Викторович, это наши ветераны, которые также всегда охотно встречаются с нами, мы всегда их зовем на любые корпоративные выезды. Хочется всех их поздравить от всей души, пожелать крепкого здоровья и сказать им огромное спасибо за ту работу, которую мы все вместе делали, делаем и будем делать.